Беспилотником украинского производства на этой неделе была атакована еще одна нефтебаза в Ростовской области, в Каменском районе. После этого на комбинате «Атлас» вспыхнул пожар, а вскоре загорелся новый резервуар и произошел взрыв. Эта нефтебаза специализируется на отправке топлива для российской армии. Нашмар, будет что внукам рассказать. Также впервые ВСУ атаковали дронами Кировскую область. Под удар попала емкость для хранения нефтепродуктов в городе Котельнич. Разгорелся пожар. Расстояние от границы Украины до места попадания в нефтебазу «Зенит» более 1200 километров. За неделю ухан дохали. В то же время после удара дронов продолжает гореть нефтебаза в Пролетарске. В МЧС России не комментируют, сколько цистерн с топливом выгорело, а сколько осталось. Сколько пожарных тушат огонь и даже не назвали точное число пострадавших. Эксперты объясняют, потушить такие пожары, как в Пролетарском и Атласе, достаточно сложно, поскольку допущены нарушения при строительстве резервуарного парка. Если посмотреть по тем доступным снимкам, которые есть из космоса, то видно очень плотное размещение этих резервуаров, вследствие чего, если не срабатывает автоматическая система пожаротушения, а можно увидеть, что она не сработала, то, собственно говоря, каждый горящий резервуар, он разогревает соседний. Это вопрос времени, когда соседний взорвется. Ну, собственно говоря, это и происходило. А когда это уже пошло как бы цепная реакция, то остановить ее практически невозможно. Ну, сами понимаете, что такое тушить бензин. Как посчитали журналисты BBC, с начала этого года ВСУ провели минимум 64 атаки на нефтеперерабатывающие предприятия, инфраструктуру в России и на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. И все это уже сказалось на ценах на бензин. Цены на бензин, например, на 98-й растут выше практически уже в два раза, чем официальная инфляция. То это о чем-то говорит. То есть у нас 98-й бензин подорожал на 10% с начала года. Только за две недели он подорожал больше, чем на 1 рубль. И осенью начнется уже серьезное заметное повышение еженедельное. А осенью ситуация может только усугубиться, утверждают эксперты. Ну, еще добавим уборочную, добавим еще подготовку к отопительному сезону, закупки мазута и так далее. Нагрузка на систему, которая завязана на переработку нефти, она, конечно, осенью испытывает дополнительные нагрузки. Их тоже нельзя сбрасывать со счетов, потому что одно дело, когда спрос невелик и когда все работает на предельных мощностях, ситуация более-менее контролируема, а когда все в одну точку сходится, конечно, государство будет гораздо сложнее эту проблему разрулить. К тому же, говорят специалисты, объекты, по которым совершалась атака дронами, важны для снабжения топливом российских войск. Для войны самое главное это скорость в логистике подвоза всего на передовую. Если вдруг вы берете нефть или нефтепродукт, топливо, не с плечом 200 километров, а с плечом 1000 километров, то, соответственно, риск того, что в какой-то момент встанет техника, окажется, без солярки, да, потому что военная техника в основном на солярке, и, ну, просто потому что бензовозу ехать дольше там в три раза. Конечно, Украина это прекрасно понимает, и самое главное, что выбиваются очень большие емкости, то есть те емкости, которые могут действительно быть вот этими промежуточными хабами. Остается что? Держать солярку в цистернах на рельсах. По мнению Ширяева, если Украине удастся выбить основные хабы, большие емкости для нефтепродуктов вдоль границы и на оккупированных территориях, то она получит преимущество в плане снабжения войск.